Всем привет, друзья! Вы на канале Шедл Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Наконец-то вышло продолжение Крипи Тейл. И мы можем теперь снова насладиться сказочной атмосферой и прекрасными пейзажами этого сказочного и страшного мира. Первая часть нам понравилась. Своими головоловками, своей рисовкой, своей атмосферой сказок братьев Гримм. И вот снова мы возвращаемся в тот самый лес. Давайте приступать к этой игрушке. Глава первая. Незваные гости. Ох, какая красота. Что люблю эту серию игр, так это из-за рисовки. Настоящий мультфильм напоминает. Это наш главный герой, наверное, который готовится на охоту. Затачивает стрелы. Ох, ничего себе! Засиделся я, пора бы проверить, как там мои родные. Ничего себе, в смысле озвучка появилась в игре. Мы теперь можем слышать голоса главных персонажей. Ладно, что у нас здесь? Луки стрелы для тренировок во дворе. Красавец-медведь, наделивший меня шрамом на щеке. Не понял, да ты его завалил, что ли? Я делался всего лишь шрамом? Да ты мастер просто. Этим летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень, похожий на янтарь. Теперь это наш ночник. Неплохое изобретение. И надо за электричество платить. Камень засунул в фонарь, и даже не надо топливо покупать. Круто! Половина шкафа забита моим творчеством. Люблю мастерить из всего, что найдется в лесу. Шкафчик с рукоделем, который заведует Элли. Не знаю, зачем она любит запирать его на ключ. Как? Чтоб ты туда не залез. Мышеловка в боевой готовности заманивает жертву аппетитным кусочком сыра. А, я даже ее не увидел. Ну, наступил. Хорошо, что не сработало. На дворе осень, мое любимое время года. Да уж. Так бы стоял и любовался. Ладно, пойдемте, наверное, выйдем на улицу. Вдохнем этим... Воздухом. Я не могу что-то пройти вниз. А, туда нажать. Это, наверное, Элли. Ларс. Пропал мой Мишка. Вы же с ними разлучны. Когда Мишка убежал? Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался за колодец. Думал, это надежное место, глупенький. Но сегодня его там нет. Мы сейчас же его отыщем, не волнуйся. Ладно, сейчас найдем. Так, это папа. Лучше к нему не подходить. У него ружье. Отец чистит ружье. Не стоит отвлекать его без причин. Вот и я о том же, да. Вот и я о том же. Поэтому я посмотрю, что здесь. Дневник моей мамы. Она пропала пять лет назад. И это единственная вещь, которую мы храним. По рассказам отца, моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком. Все свободное время она проводила в библиотеке. Мы пытались расшифровать записи, но мама писала на древнем языке, которому ее еще в детстве научил мой дедушка. Ну ладно, больше посмотреть пока нечего. Пойдем найдем медведя. А то Эли как-то волнуется чересчур. Так, тут что, поесть ешь что ли? Шкаф с нашими продуктами. Не холодильник, конечно. Но лучше, чем ничего. Так, сапоги. Наденем, нет? Ну ладно, пойдем без сапог. Окей. Подожди, за колодцем. То есть здесь надо искать. Дайте двор осмотрю. Возьму вилы, может там за колодцем. Какой монстр, мало ли. Сено. Здесь только тело мишки. В смысле тело? Его расчленили что ли? Начинается крипи истории. Так, ну... Это туалет. Смотри, как... Какой пейзаж осенний, да? Это дерево распилил на запчасти. Неудивительно, что и мишка пострадал. Возможно отдыхал под деревом. Задели пилой. Всякое бывает. Так, а инвентарь? Я же что-то подобрал. А, вот он. Ё-моё, его обезглавили. Бедная Элли. Что здесь у нас? На этом пеньке мы рубим дрова. Насколько себя помню, он всегда стоял здесь. Ну, топор я тоже вижу. Мы с отцом любим пострелять во дворе. Вчера до победы, мне не хватило всего лишь пары очков. Всё. Теперь можно не бояться. Если что, мы можем применить топор. Да? А, вон, голова мишки у вороны. Ё-моё. Что предлагаете предпринять? Ну, есть топор. Тяжёлый, безотказный топор прадеда. Семейная реликвия. Плюшевая тельца, лишённая головы. Блин, он читает... Он читает каждый раз, когда я навожу на предмет. Ну, это ж мечта просто. У любителей квестов. Так, тут надо топор применять, нет? Сейчас, давай попробуем. Выберите объект для комбинации. А, это объединять надо, да? Ну, явно не с головой надо объединять. Ну, ладно. Пошли посмотрим, что там за кусок дерева валяется. Возможно, нужно его подрубить. Голову медведя мы нашли. Я обещал сестру найти плюшевого медведя. Наверняка он где-то во дворе. А, меня не выпускают. Даже так. Ну, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Возможно, придётся срубить дерево. Такое дело. Мы с отцомлили постоять во дворе вчера до победы. Мне хватило всего лишь порой. Может, мне надо было лук взять с моей комнаты, а? Вполне возможно. Гадкая ворона оторвала Мишке голову. Как же заставить её открыть клюв? Ну, я думаю, сыр с мышеловки может подойти. Либо сыр из холодильника может тоже подойти, кстати. Вполне возможно. Вообще, лучше топором бросить, да и всё. Сто процентный результат. Ну, или из лука стрельнуть. Привет. Я нашёл... ...тело Мишки. Ты нашёл Мишку? Пока нет. Мишка наловчился играть в прятки, но я обязательно отыщу его. Какой хороший брат. Нам было сказать, я почти нашёл. Тут можно взять еду, нет? Нет. Ну, пошли попробуем оторвать сыр. Из мышеловки. Или вот это надо взять, но оно не берёт. Сырять по вороне я решусь только в крайнем случае. Думаю, способен перехитрить негодницу. Ну, в принципе, неплохая вещь. Ладно, тут больше делать нечего, кроме как сыр взять. Думаю, вороне понравится кусочек сыра. Да, как басни. На ель ворона, да? Громоздясь. Так, ну ладно, давайте попробуем предложить ей сыр. А за спиной будем держать топор. Использовать предметы. Я же говорю, сейчас будет тут кровопролитие. А, вот так использовать предметы. Ага. Ну и как его? А, не понял. А, не обязательно здесь его использовать. Можно использовать здесь. Понял. А, всё, понял. Ну что, честный обмен. Пришлось даже... Немного поволноваться, что она его не отдаст, но отдала. Ну вот, Мишка найден. Осталось пришить голову на место. Вы думаете, так легко? В таком виде Мишку нести сестрёнке никак нельзя. А как же я его сошью-то? У нас есть иголки? Наверное, нет. Ладно, пошли. Ворона, сиди, молчи. Получила свой сыр. Так, а иголки что-то я не видел. Иголки я не видел. Где-то они, наверное, аж есть. Отец чистит ружьё. Не стоит отвлекать её без причины. Подожди. Тут нет иголок. Так, это не к маме. Всё понятно, понятно, понятно. Ещё кнопка ускорения, по идее, должна быть. Там, кстати, ещё какой-то Мишка лежит, между прочим, выше чуть. Шкафчик с рукоделием, которым заведует Элли. Не знаю, зачем, но она любит запирать её на ключ. Так, рукоделие понятно, зачем нам нужно. Там находятся иголки. Не иголки, иголки, иголки. Как же нам добыть ключ у Элли? Элли, а ты не дашь мне ключ от своего шкафчика? Давай по-мирному решим этот вопрос. Элли, можно попросить тебе ключик от шкафчика? Может быть. Что, зачем? Думаю, это продвинет поиски Мишки на несколько шагов вперёд. Правда? Ну, держи. Лови. О, слушайте, нормально, легко удалось. Я думал, без драки, чтобы пролезть в шкафчик, и не получится. Нет, обошлось, всё хорошо. И с ворона решили. Элли, шкафчик с рукоделем, который заедет Элли. Зачем? И с вороной мирно решили, с Элли мирно решили. Добрая игра. Давай, нажимай. Тут должны быть иголки. Открыть рюкзак. А я другой кнопкой открываю, вообще-то. Это и тоже можно. Ладно. Ну, и теперь выберите иголки с ниткой, соедините с предметом, который нужно. Плюшевый медведь. Мишка снова с нами. Пора обрадовать Элли. Ну, прелесть. Мы выполнили середину, здесь шай дела. Привет. Посмотри, кого я нашёл за повозкой с сеном. Передай Мишке, чтобы больше не общался с воронами. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Сынок, подойди ко мне. Да, отец? Слушай, отец. Ожидается холодная ночь. Будь добр, накали немного дров. Будет сделан, отец. Так, топор у меня есть. Всё тут, все счастливы. Мой любимый Мишка, я так испугалась, что тебя оттащили вороны. Обещаю больше не пропадать. Ну, хорошо. Осталось теперь самое простое дело. Взять топор и пойти нарубить тех дров. Я, правда, хотел сразу-то пойти. Но теперь можно выйти спокойно. Тут кто-то уже пилой поработал, между прочим. Это бабочка подозрительная. Так, а я могу достать топор сейчас? Эээ, нет. Ладно. Так уже и не нужно рубить. Чё это за бабочка? Нет смысла ходить в лес. Срубленное дерево возле дома. Что ж вы меня ограничиваете-то? Я люблю свободу. Ну, давай, попробуем что-то отрубить. Твоим топором. Выберите объект для комбинации. Нет, подожди, надо же нажать... Как, как нажать? Какую кнопку? Кнопку какую? Кнопку какую? Нет, предмет для комбинации. Подождите, он же должен как-то сам взаимодействовать, нет? Нажимаю. Не самая лучшая идея. А, я понял. Надо поставить на место, где идет рубка топором, и разрубить тогда полено, да? Я просто думал, еще надо пару веток отхватить. Ну, раз, хватит. А ветер разгулялся-то не шуточный. Как бы не сдуло нашего худого парня. Так, давай попробуем. На этом пне мы рубим дрова. Я очень рад. Я тоже рад. Давай сюда первое бревно. Есть. Топориком. Тут не заруби никого. Ой, слабоват ты парень. Забери у вороны сыр, съешь. С другой стороны нельзя? Не понял. А что мне делать? Я что, не виноват в его неудачах? А, понял. Тут надо успеть нажать. Да, понял. Если занесешь топор за голову, ты начинаешь падать. Кормят плохо в этом доме. Ух, тяжелый топор. Тест мечтает, чтобы я стал Гераклом. Осталось отнести дрова в доме, дело сделано. А что, не надо остальные бревна, да, накладывать? Ой, как классно. Без рутина обошлось. Вообще прелесть. Я думаю, каждая бревнышка и по каждому ударить. Отец, я несколько раз упал назад, но миссию выполнил. Дело сделано. Молодец сын, сложи в дровницу у камина. Или в дровницу. С дровами покончено, теперь можно немножко отдохнуть. Отец. Отец чистит ружье. Ладно. Может съесть что-нибудь, это совсем исхудал. Совсем исхудал, никуда ж не годишься. Теперь можно отдохнуть, да, согласен. Ну, давай. Ё-моё, начинается. Что это? Где ружье, папа? Элли, не бойся, я не принесу чиню тебе зла. Это я, Марта. Помнишь, как славно мы играли в салки на прошлой неделе? Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ты обретешь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь ее, если она тебе не понравится, мы уйдем, я обещаю. Какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущая себя владычей мира. Рада приветствовать тебя, сестра, но ведь ты не единственный ребенок в семье, верно? Все верно, у меня есть брат. Превосходно. И где же он? Прямо над нами. Беги, Ларс. Беги. Йоу. Слушай, а ты наученный парень, уже, видимо, не первый раз бежишь, да? Сестра зверей часто? Опс. А это еще кто? Что-то за лесной маньяк. Сбежал от одних, попал к другому. Ох, закрутили. Ох, закрутили-то. Тихо. Только не шуми. Меня зовут Полунь. Я ваш домовой. А что, что домовой? Живешь не дома. Для общего удобства живу в дупле, рядом с вами. А, понял. Домовой, я всегда думал, что это просто сказки. Мой милый Ларс, мир полон волшебства. Просто оно открывается не всем. Держи, выпей отварчику из жимов. Силон успокоит тебя и придаст сил. Не пей, что дают. Кто напал на наш дом. Ох, Ларс, случилось нечто страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью Диадемы был захвачен разум одной девочки, которая начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра, она только что ее надела. Темная магия. Теперь она на службе зла. Марта, Дороти, теперь Элли. С каждым днем наши дела становятся все хуже. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют сознание лесных жителей, одновременно пожирая их плоть изнутри. Что же делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопровождающего Марту? Наверняка Элли получит себе услуги нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в город. Найди моего братца. Живет он в портного, даже помогает в шитье и по хозяйству. Толковый он и страшно любопытный. Уж точно знает побольше меня. Возьми ему в гостиницу мой фирменный кекс с грибами. Это его любимое лакомство. Спасибо тебе, Пауэль. Был рад познакомиться. Буду ждать тебя, мисс Элли. Да, помогут тебе силы природы. О, вот дела. Первой части у нас наоборот, все было. Боюсь, дома меня не ждут. Так там отец у тебя раненый валяется. Может? Может, я не знаю, полицию вызвать или крестьян позвать. Потому что еще есть дома, вы же как-то живете. Ладно, в рюкзаке у нас, я так понимаю, только кекс. Боюсь, я его не донесу. Слишком аппетитный. Да и дорога длинная может быть. Поэтому всякое может произойти. А, мы уже в городе. Игра сохранена. Ух ты, а до этого не было сохранения? А если пятопором поранился? И загрузиться надо было. Так, тут кто-то есть вообще? Какой-то дождливый городок. Конец веревки выглядит ничейным. И что ты предлагаешь? Начать свои первые шаги в городе с воровства? Ну ладно, давай, пока не будем трогать. Нет, походу, таверна должна быть, но я не могу туда войти, наверное. А что свет выключает, когда я подхожу к дому? Странно, видимо, кто-то сильно торопился, раз оставил ковшин. Такую ненастную погоду. Чего? А может кто-то, а может кто-то так посуду моет? Вполне возможно. Что-то такого. Вау. Слушайте, они меня видят и все прячутся. Один парикмахер только. А, это не парикмахер. Я думал, сейчас постричься. Это портной здесь живет. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. Так, портной, я тебе кексик принес с какими-то грибами. Тебе понравится? Кажется, девочки посетили портного раньше меня. Да, походу, портного отмотузили и закрыли в сундуке, мне кажется. Нужно хорошенько осмотреться. Домовой наверняка успел спрятаться. Да он точно в сундуке. Все в сундук прячутся. Подожди, тут что-то есть. Что это? Выберите... Не, просто расскажи, что это. Катушка с нитками. Спасибо. Это все, что от тебя требуется. Расскажи, что это. Тяжелый амбарный замок. Отлично. Можно использовать как оружие. Швырнуть в кошку, например. Подожди, еще что-то есть. Какой огромный кокоть. Похоже, портной ответил нападавшим славным боем. А нафига мне его ноготи. Кокоть монстра, вытащенный из балки в доме портного, становится жутко приятной мысли о его владельце. Да мы его видели. Ну, крупный, да, ну. Так, иголка какая-то. Би, булавка. Булавка, нормально. Сейчас столько предметов наберем, что потом не будем знать, что делать. Там кровь, по-моему. Кис, Кис, не бойся, я тебя не трону спускай сюда. Ну, ей надо тут что-то набросать. Так, а что-то сундук не открылся. Ну, ладно. Любопытный каминчик. Тут кровь, вообще-то. Ты как детектив должен обратить внимание на нее. Ну, я могу отсюда, кстати, выйти. Так, я думаю, кекс надо положить. И вопрос, наверное, решится, да? Думаю, да. Нет? Чувствую, вопрос никак не решится. Хорошо. Давайте подумаем еще чего-нибудь. Давайте попробуем объединить. И вот это, и вот это. Да. А вот это с этим? Размечтался. Так, и зачем нам вот это нужно, вот это вот, скажите? Личное изобретение удочка и булавки с ниткой. Отличная идея. Закривай булавку на конце катушки с ниткой. У меня получилось простенькая удочка. А зачем тебе удочка? Кота, что ли, стащит за хвост? Думаю, не очень хорошая идея. Ладно, пошли, там какой-то кувшин еще стоял. Вон муха вкусная. Ну, не очень вкусная, но выглядит упитанно весьма. Письмо тут какое-то. Письмо от лесной феи. Адресовано домовому, проживающему портнову в камине. Ага, значит, у домового есть убежище. Надеюсь, он успел спрятаться. Домик портнового. Сам хозяин похищен, но я не теряю надежды отыскать домового. Он был обязан успеть спрятаться. Да в камине он сидит, просто надо как-то ему вот эту еду положить туда, куда надо. Что это такое? Что ты делаешь? Не ломай чужие дома. Что ты сделал? Дырку какую-то сделал. Глубь города бессмысленно, домик портного позади меня. То есть уходить вглубь города бессмысленно, а вырвать кусок стены у какого-то гражданина, это не бессмысленно, да? Тут можно спрятаться, мне кажется. Ну ладно, попозже. Так, пошли. Дом портного ясно. Будем работать. Хотя у меня есть записка, может теперь что-то там произойдет. Странно, видимо, кто-то сильно торопился, что заставил кувшин в такую ненастную погоду. А могу я? Хорошая идея, но зацеплять кружку лучше находясь на крыше. Ага. Нам нужна кружка, оказывается. Я просто не знал, что нам нужно, кувшин или кружка. Так, вот это с этим надо что-то придумать. В конец рюкки вылетний чейн. Ну и что дальше? Как мне залезть на крышу, если мне все не дают это сделать? Ладно. Ладно, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Пригодился когаток, как нож используем. Так, и что ж мне с ним делать-то, люди добрые? Столько всего уже. А, это я просто доску нашел. Я думал, я просто дырку проломил, чтобы спрятаться. Тогда попробуем так. Ты хочешь сделать это? Нет, да. Я просто спросил. Нет, да. Радно. Мне кажется, сюда надо забраться. Вам не кажется? Мне кажется. А на кой мне доска нужна? Сколько всего интересного. Сколько всего интересного. Ну пошли. Кота сейчас попробуем стащить. За ноги. Котяра, я все знаю. Я знаю, что здесь туда есть. Холст из очень плотного материала сорвать руками не выйдет. Но у нас есть нож. Опс. Ну вот. Домик домового нашелся. Вот только дверка закрыта на замок. Ты что, издеваешься? Ну, письмо ему покажи. Нет? А взломать? А это на кой? Ха. Ну еду сюда надо положить. Ну что-то не получается. Что не получается еду положить? Вы не знаете? И я не знаю. Кис-кис. Не бойся, тяни трону, спускайся сюда. Только не говори китти-китти-китти. Может, она этого боится. Ну, дай попробуем. Нет, подожди. Надо что-то сделать. Нам по-любому надо залезть как-то на крышу. На сто процентов. На крышу именно вот этого дома и сбить вот эту вот фигню. Короче, кружку. А зачем мне кружка? Может быть, так? Нет, так, нет, так, нет, так. Да на крышу-то, на крышу. Как ты туда залезешь-то? На крышу. Есть же проблемы. А зачем нам замок? Ну, это не понял. Бесхозная веревка. Она нам уже не нужна. Ну, в смысле, не нужна вот этой телеге. Интересно. Выйти с города не могу. Какой-то отломал кусок доски. Куда ее эту доску-то приставить-то, а? Я бы ее поставил здесь. Зацепился бы и залез, не? Не. Тут именно надо зацепиться. Именно сверху зацепить. А как мне попасть на крышу? Там что, выход есть? По идее, должен быть. Ладно, сейчас будем думать. Домик портонсом. Хозяин похищен. Мне нужен ключ. Ключ может дать кошка. Забраться на крышу с помощью веревки неплохая дина. Без груза на конце ничего не выйдет. Так, начинаем двигаться дальше. Тут оказывается веревка. Нужна именно на эту крышу. Я думал, мне на другую крышу нужно. Но груз, я думаю... Я понял. Все, я понял. Надо привязать что-то к веревке. Груз, например, замок. Ой, не то. Нет, не то. Все, убери. Вот это к веревке. Да. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Превосходно. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Я уже понял. Давай. Бросай. Ох ты. Ларс, да ты... Рэмбо просто с этими... Шрамами своими. Зацепилась крепко. Думаю, я рискну забраться наверх. Давай. Ты мне говоришь, что у тебя там сил не хватило или еще чего. Так, мы на крыше. А как же дальше-то? Слишком далеко. Боя спрыжок может стать роковой. Но у нас есть доска для этого, да? Хряпс. Надеюсь, прочная. Нормально. Так, где тут кувшин был? А тут что? Ух ты. Там он боится, а тут, по-моему, край крыши не боится. Все, давай, доставай эту штуку. И? А, тут даже так. Ох, механик. Тут набросали. Так, кружка есть. А, еще не хочешь? А, я даже не могу теперь залезть в инвентарь. Стакан наполнен молоко. Кошка, я иду. Все, я думал еще кувшин подцепить. Но мало ли, может, где-то продадим. Сдадим хотя бы, я не знаю. Вместе с бутылками. Заработаем. Придем к отцу уже. Что за звуки? Побежал я, наверное. Неспокойно там. Кошка. Несмотря на то, что тут кровища, я тебе налью сюда молока. А ты не против? Чуть-чуть. Самую малость. Джигарец. Киски, спускайся. Отвивай пустое молочка. Перепугалась, бедняжка. Даже меня боится. Я не понял. Я что, зря таскал молоко? А, так надо отойти, да? Я нашел дом, где был дом. Ладно, может, надо выйти и зайти? Она боится, типа. Потому что у меня идей больше нет. И предметов особо тоже. О, сейчас обожрется и не сможет залезть обратно. И тогда мы ее хлопись и схватим. Ну, допросим, в смысле. Ну вот, все ужасы позади. Будь лапочкой. Позволь снять с тебя ключик. О, ключик это от той самой дверки, что в камине. Все, пошли. Не наступи на кота. Домик, думаю, нашелся, но только... Да ладно, у нас есть ключик. Чего-то волнуйся. Пошли. Все идет как надо. Здорово, я тебе... Кексик с грибочком принес, сейчас повеселее. Здравствуйте, меня зовут Ларс. Полунь велел вас найти. Полунь это ваш брат. С ним все в порядке? Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру, с ней приключилось нечто ужаснейшее. Ларс, сознание твоей сестренки захвачено диадемой. Боюсь, просто снятие будет недостаточно. Полунь всегда отмечал твою храбрость. Сейчас она как никогда кстати. Даже мой хозяин, храбрый парняшка, проиграл битву этим существам. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали снова. Я попытался помочь, но меня полоснули когтями, и я свалился в подвал. Выходит, девочки ведут охоту на мальчиков? О боже. Да, их используют как инкубаторы для вынашивания личинок новых волшебных бабочек. Нифига себе сюжет. Сам демон безобиден, он прячется в пещере, а всю грязную работу за него выполняют девочки. Нужно торопиться. Ступай на восток, через лес, там ты найдешь пещеру. Совсем плохой дед. Дай ему этот бутерброд. Но как мне уничтожить зло? Все. И булочку не съел. Проклятие, корсо, он умер. Элли неизвестно где в лапах зла, а я застрял здесь. Слушай, а как мы отсюда выйдем, если лестница уже вверху? Отец, я даже не знаю, что с ним. Ларс, ну не время тут вот это пускать. Ларс, соберись. Вот это я понимаю по-мужски. Сейчас ты найдешь способ попустить лестницу, отыщешь пещеру и спасешь свою сестру. Не слишком много заданий на ближайший час. Подожди, я мужика расшевелить. Часть руки домового заменяет протест крюком на конце. А что, если это и есть ключ к выходу? Ты уже начал труп обдирать, мародер? Ох, Ларс. Плачет по тебе. Тюрьма. Что это такое? Какие-то механизмы. Все, надо что-то вставить. Наверное. А булочку я так не скорми. Ну ладно, сам съем. Не знаю, не сюда. Наверное, зацепок надо зацепиться. А, вижу шестеренку, вижу. А, нельзя ее взять. Понял. Так, это что такое? Странный механизм с рельсами. Возможно, он взаимосвязан с лестницей. А там вон камень, кстати, янтарь. У нас может быть две дома лампы. Так, тут рычаг должен быть. Лестница слишком высоко. Нужно найти способ попустить ее. Вот тут что-то есть. А что это, я не понимать. Ладно. Давай крюк сюда. Ага, протез идеально зашел в паз механизма. И чего? Ага. Чтоб понять, что я делаю. А, теперь можно крутить наконец-то. А, я закрываю свет. Янтарные камни. Вау. Ага. И я должен попасть на, я так понимаю, вот эту свечу, да, которая... Ага, ага. А ну, брось, то как. А ну, давай вот это попробуем. Тут еще какой-то механизм. И чё, 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 чего это такое, я не пойму. А ну, брось ее. А ну, пробуй. Да крутишь ты уже. Так, а что мне сделать с ними? А я могу бросить во время отключенного света? А ну. О, зацепил. Да. Это домовой, наверное, так выходит постоянно? А второй? А ну, давай. Так понимаю, все просто собрать кольца надо, или... Я пытаюсь найти какой-то, может, предмет? Интересно. А зачем мне свет выключать? А-а-а, тут еще теперь появились и расцветки. Ух, ты шьешь. Ага. А ну, давай тогда зеленый сюда. Ой, синий сюда. Вот сюда в угол. А ну, пробуй. И что? Просто я все равно не могу понять, как она поможет открыть дверь. И что? Я что-то... А, даже так. Два теперь кольца подцепила, она. Ага. Теперь то веду в тот край, да, получается? Давай. Камон, камон. И вниз. Вот. Теперь я могу зеленый, я так понимаю, спустить, да? Да. И теперь все. Теперь я должен просто довести эти кольца без красного, получается. Так, красного же не у нас. Да, и зеленое довести туда, куда надо. Кстати, я не могу бросить колесо, когда темно. Я хотел в темноте пробежаться, но нет. Ну, давай попробуем тогда. Это так должно работать. Ну да, все, зеленое здесь. Теперь я красное добавляю. И... И должно открыться. Да, ну я, конечно, этому деду не завидуюсь. Он так каждый раз выходил наверх. После таких манипуляций. Странно, что он раньше не умер. Ну ладно, выбрались. Ой-ё. Вы еще кто? Бэй, поставь на место. Любопытно, сегодня случилось очередное исчезновение. Вот кого я вижу на месте преступления. Я здесь по той же причине. Пустите, ищу свою сестру. Спокойно, спокойно. Поставь. На мой дом на поле монстры. Я успел сбежать, и вот теперь здесь в поисках ответов. А, беда не приходит одна. А утром исчезла моя милая умница принцесса. Некто пробрался в королевский сад, разорвал прислугу на части и похитил мою девочку. Они же и совершают нападение на город. Монстрами управляют девочки, разум которых захвачен злом. Мальчик, тебе известно больше, чем всем моим слугам. Кто ты? Мой король, меня зовут Ларс. Я простой сын охотника. Мне лишь известно, что зло, отдающее приказы девочкам, безобидно и притаилось где-то в пещере. Я иду туда, чтобы спасти мою сестренку. Свои слова и поступки достойны уважения, да и храбрости тебе, как я вижу, не занимать. Ради своей семьи я готов на все. Моле, отыщи мою дочь. Даруй... Дарую полцарства все, что пожелаешь. Слово короля. Не верь королям Ларс, не верь. Но... Вот, это ее портрет. Прошу, мальчик, найди ее. Ну, что там портрет? Портрет как портрет, на корону, как обычно. Хорошо, я постараюсь. На улице ждет карета, я подвезу тебя до леса. Нужно спешить. Ой, спасибо большое. Лучше бы дал мне телохранитель, он как у тебя, под потолок которой. В лес вывезти? Все могут. Ступай, отыщи мою маленькую принцессу и помни, добро всегда побеждает зло. Хороший король, хороший король. Настоящий король, настоящий президент. Хорошо, ладно, ну же, подвиги ждут тебя. Спасибо, хоть бы еды дал мне. Постой, впереди, наверное, множество опасностей. Вот, возьми мой кинжал. Ну, хоть что-то дал, ну, спасибо тебе большое. А то с ногтем чудовища сильно тут не помашешь. Давай. Спасибо, мой король. Все. Король, я передумал, отойди с дороги. Хочу домой. Хочу поиграть в приставку. Может, там все нормально уже, может, они пошутили, эти девочки. Король, ну пусти меня домой, не хочу идти в этот лес. Я знаю, чем это закончится. В Крипитейл ничего хорошего первым не закончилось. Ладно, у меня нет выбора. Телохранителя не дашь? Нет? Все. Окей, это еще... Еще голову отрубит, ну и в бане. Ой. А то такие дела. Глава 2. Шаг в неизведанное. И впереди нас ждет лес. Игра сохранена. Она сохраняется только в определенные моменты. И давайте, друзья, наверное, мы с вами остановимся. Пишите по поводу того, что вы видели, как оно вам нравится, не нравится. И мы с вами главу 2 начнем в самое ближайшее время. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До встречи в Крипитейл 2. Пока.